Друзья, всем привет! Давайте, как обычно, рассмотрим очередную неисправность как автомобиль ВАЗ-2111. Итак, это рабочий автомобиль моего друга, и с наступлением холодов у него перестала греть печка. При полностью прогретом двигателе он включал печку, но из дефлекторов шел только холодный воздух. Мы проверили практически все. Термостат, мы проверили крышку расширительного бачка, мы проверили работу заслонки, но мы не подумали на радиатор печки, потому что радиатор печки менялся прошлой зимой, и причина здесь была довольно-таки банальная, он просто-напросто потек. Поэтому внимание на него мы обратили в самую последнюю очередь. Итак, мы все разобрали, сняли старый радиатор, поставили новый, завели автомобиль, включили печку. После того, как двигатель прогрелся, сразу же в салоне стало тепло, я бы даже сказал, жарко, потому что печка работала хорошо. Проблема оказалась в самом радиаторе. Казалось бы, новый радиатор ему всего год, что же с ним могло быть не так? Я не буду называть марку этого радиатора, потому что, честно говоря, я уже и не помню. Мы его не стали разбирать, мы обрадовались, что печка стала работать как положено, ну и как бы на этом решили. Но сейчас я попробую вкратце описать, почему радиатор отопителя выходит из строя. Если аккуратно снять крышку с радиатора, отогнув все крепления, вы можете там увидеть песок, куски ржавчины и так далее. И здесь только остается удивляться, откуда столько абразива, казалось бы, в радиаторе отопителя. Но, тем не менее, забиваются как минимум несколько или даже половина отверстий с завихрителями. В этих случаях даже на некоторых СТО промывают эти радиаторы. Можно, в принципе, и самому попробовать это сделать, но, так сказать, дело это не очень быстрое и требует терпения. И второй вариант. В крышке стоит перегородка, которая отделяет потоки охлаждающей жидкости. И в некачественных дешевых радиаторах вот эта самая перегородка может в каком-нибудь месте треснуть, сломаться, отколоться и так далее. И на некоторых некачественных радиаторах даже нету тех самых завихрителей. И вот такие неисправности становятся целой проблемой, потому что на улице уже становится холодно, а проблему эту решать желательно чем быстрее, тем лучше. В общем, вот такое вот небольшое видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, всем добра, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok